Кроме проводимой работы по техническому оснащению, ремонту и профилактике, компания ДТ «Крымэнерго» уделяет большое внимание работе с клиентами. Для наиболее рационального, правильного и корректного расчета вводятся методы работы, направленные на повышение качества предоставляемых услуг и общение с потребителями. Произведено техническое переснащение компьютерной базы. Уже закуплены новые современные компьютеры, которые позволяют поддерживать новые современные программы. Мы стараемся шагать в ногу со временем. Вот сейчас одним из сервисов введено то, что человек может открыть свою личную электронную книжку по расчетам за электроэнергией. Народ у нас сейчас продвинутый, в компьютерном отношении грамотный, цивилизованный. Во всем мире это есть. Человек может у себя дома, не отходя от своего рабочего стола, компьютера, зарегистрироваться на сайте www.megabilling.com и зарегистрировавших, зная свои персональные данные, звая свой электронный адрес, зная свою последнюю оплату, человек может зарегистрироваться и видеть в реальном времени состояние его потребления электроэнергии и оплаты. То есть, глядя на свой счетчик на показания, человек посмотрел, какие показания последние оплачены, сколько нужно платить. Он может даже себя дома при наличии принтера распечатать счет и пойти в банк оплатить. Традиционная абонентская книжка, заполняемая клиентом для оплаты через отделение банков или Укрпочты. Эта практика указывает на частые ошибки в расчетах, которые допускают потребители при самостоятельном заполнении банкнижки, требуют регулярного осуществления сверок в абонентских отделах энергокомпании. Для удобства своих потребителей ДТ «Крымэнерго» предлагает выбрать подходящий способ учета и оплаты потребленной электроэнергии. По счету квитанции, которая формируется в ДТ «Крымэнерго» и доставляется клиенту контролерами для оплаты в любом отделении банка или почты, указанный срок. Электронная абонентская книжка на сайте «Мегабиллинг», которую клиент заполняет самостоятельно. Это удаленный доступ к своему лицевому счету, простой контроль потребления электроэнергии, возможность составления графика потребления. Клиент может узнать свою текущую задолженность, историю платежей, сформировать счет для оплаты. Ольга Березуцкая отметила, что оплатить электроэнергию в коммерческих банках можно без комиссии. Оплатить электроэнергию без комиссионного сбора все потребители Автономной Республики Крым могут в отделениях коммерческих банков. Ощадбанк, Приватбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Укргазбанк, ВТБ банк, Креди Агрикольбанк, Киевская Русь, Морской Грант, Укринбанк. Комиссионные расходы на оплату в банках по-прежнему берет на себя ДТ «Крымэнерго». Комиссия взимается с потребителей только в отделениях Укрпочты. Без комиссии и не выходя из дома можно сформировать счет, зарегистрировавшись на сайте Мегабиллинг, и оплатить стоимость потребленной электроэнергии онлайн, воспользовавшись платежной системой, например, Приват-24. Один из плюсов этой процедуры – оперативность. Оплата происходит практически мгновенно, без задержек и сбоев. По результатам еженедельного мониторинга Керчь занимает лидирующую позицию по привлечению потребителей к услугам так называемого интернет-сотрудничества, что говорит о популярности этой системы расчетов. Такая работа позволит избежать проблемных вопросов, в частности, по задолженности и сумме долга, а также не допустить отключения. Поверьте, нам невыгодно заниматься отключениями, отвлекать персонал, отвлекать технику на то, чтобы отключать потребителя и прекращать поставку ему электроэнергии. Этот персонал мы можем задействовать на обрезке деревьев, на реконструкции сетей и на прочее-прочее. Но ежедневно до двух автовышек у нас задействовано на отключение и подключение. Причем услуга эта платная, никакие графики, реструктуризации или чего-то не попадает. То есть за услуги подключения нужно оплачивать. Специалисты подчеркивают, что компания учитывает пожелания абонентов и стремится создать комфортные условия. Теперь потребители в любое время по интернету могут получить необходимую информацию по состоянию лицевого счета наряду с возможностью оплаты.